Сегодня я хочу продолжить рассматривать с вами вопрос ценности Божьего Царства, которые, как мы с вами знаем, должны быть нашими с вами ценностями. И нам это необходимо, чтобы утверждать Царство Божие, во-первых, в первую очередь в своей жизни, и чтобы являть это Царство окружающему нас миру. И я уверен, что существующие проблемы современной Церкви как раз в том, что ценности Царства Божьего становятся для народа Божьего какими-то такими туманными. И в практической жизни малоприменимыми. В наше время некоторые церковные проекты могут строиться не на основании ценности Божьего Царства, а на основании опыта самой Церкви. Но опыт не всегда отображает истинность действий, а временный успех не всегда говорит о правильной библейской мотивации. Поэтому нам очень с вами важно быть утвержденными в ценностях Божьего Царства, чтобы ценности этого мира, которые могут даже прикрываться таким религиозным окрасом, не смогли нас поколебать и сбить с толку. Поэтому сегодня мы с вами поднимем вопрос очень важной для нас ценности. Моя проповедь называется «Ценность Божьего присутствия в христианской жизни». Сегодня мы будем говорить о Божьем присутствии. И я хочу вместе с вами сейчас прежде помолиться. Отец Небесный, Святый, спасибо Тебе за то, что, Боже, каждого из нас, кто уверовал в Тебя, Мошеех, Ты извлек из царства тьмы и вел в царствие Сына Своего возлюбленного. Спасибо Тебе, Боже, за то, что мы имеем эту привилегию и возможность ходить во святое святых. Спасибо Тебе за то, что на всяком месте мы можем переживать Твое присутствие, Боже. Я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты утверждал в наших сердцах ценность Твоего присутствия. Чтобы мы, Божий, были как лань, которая стремится к потокам вовод, чтобы мы так жаждали Тебя и встреч с Тобою. Господь, я прошу Тебя об этом во имя Господа нашего, Ишуа Мессии. Амин. Хорошо, друзья, как мы с вами знаем, человек, он создан для кайнонии, для общения с Богом. И вспоминая историю сотворения человека, мы видим, что Адам, он был сотворен и помещен в Эдемский сад. А Эдемский сад, это было место, такое особенное место ярко выраженного Божьего присутствия. И Адаму там не нужно было искать Бога. Бог постоянно был рядом с Адамом, он всегда был в непосредственной близости с ним. Адам с Евой, они просто ходили в его присутствии. И мы видим, что даже когда они ослушались Бога, он был рядом с ними. Бог воззвал к ним, но они захотели скрыться от Бога, они захотели уйти из Божьего присутствия. И грехопадение привело человека к такому состоянию, что человек был удален от постоянной Божьей реальности. И Бога ему стало необходимо искать. И мы видим уже в Священном Писании, оно показывает нам, что уже дети Адама, они начинают это делать. Они приносят жертвы Богу, потому что они хотят найти Божьего присутствия и хотят иметь общение с Ним. И сейчас все человечество, оно все еще находится в этом состоянии, когда Бога надо искать. Конечно же, мы с вами знаем, что Божий план для нас, для человечества, он развивается. И что в данный момент этого развития, благодаря жертве Мессии, каждый верующий человек, он может найти Бога, пережить Бога на всяком месте. Аминь. Вы согласны, что мы можем переживать Бога на всяком месте. Но мы также ожидаем того времени, когда настанет это время, что мы с вами будем находиться в состоянии постоянного Божьего присутствия. Нам Писание об этом говорит, но это перспектива будущего. Нам же на данный момент важно, во-первых, понимать Божье присутствие, во-вторых, искать Его всем своим сердцем. Давайте мы об этом немного поговорим. И Священное Писание показывает нам, что Бог вездесущий. Аминь. Бог, Он вездесущий. И мы можем видеть и понимать Его присутствие в окружающей нас природе, в жизни человечества и Его истории. Пророк Иеремия, понимая это, понимая, что Бог вездесущий, говорил. Это 23 глава, 23-24 стих книга пророка Иеремии. «Разве я, Бог, только вблеси, говорит Господь, а не Бог и вдали? Не может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы Его, говорит Господь? Не наполняю я небо и землю, говорит Господь. Бог наполняет небо и землю, и во всей вселенной нету просто, не существует такого места, где можно было от Него скрыться. Это истина, которая говорит нам с вами, что Бог, Он присутствует на всяком месте. Писание утверждает это, и значит, это истина так. Бог на всяком месте. Однако же, друзья, почему-то не на каждом месте мы это присутствие переживаем. Несмотря на то, что Бог вездесущий, не на каждом месте мы чувствуем Его присутствие, не на каждом месте мы переживаем Его присутствие. Вы согласны со мной? Или, может быть, на каждом? Нет, нет, не на каждом. Существуют особенные моменты, когда мы переживаем и встречаемся с Ним. Но мы, как я сказал, те, кто рожденные от Бога, понимая факт того, что Бог вездесущ, и делая определенные правильные действия, можем переживать Его присутствие на всяком месте. Но у этой истины есть и вторая сторона. Он Бог, и Он Творец всего. И несмотря на тот факт, что Бог, Он близок к нам, Он пребывает над Своим Творением. Бог над Своим Творением. И Псалом 112, 5-6 стих говорит, «Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю». Это показывает, что нам необходимо понимать, что Бог, Он Бог над Вселенной. Он Бог над всем. И факт Его вездесущности не гарантирует мне факт переживания Его присутствия на всяком месте по моему хотению. Как я сказал, Он Бог. Он над Творением. И то, что Он открывается для Своего Творения, является актом Его благодати для нас. Бог не обязан. Это Его изволение открыться Своему Творению. Поэтому даже рожденные свыше люди, они могут переживать Бога при определенных им и только им условиях. Да, Писание показывает нам, что Дух Божий живет в сердце каждого верующего человека, потому что так сказал Сам Всевышний. 2 Коринфянам 6, глава 16 стих. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Бог вселился в нас. Бог пребывает в нас. Аминь. Следовательно, Божье, Его присутствие, оно всегда в моей жизни. Бог всегда со мною. Аминь. Однако, наше знание вездесущности Бога и Его присутствие внутри моего внутреннего человека не всегда дает нам полную уверенность, что Бог в данный момент со мной. Все равно есть ощутимое или видимое Божье присутствие, когда мы переживаем Его труд в нас или же Его влияние на нас. И наша вера, вездесущность Бога, почему-то нуждается в этом ощутимом, можно сказать, осязаемом присутствии Бога. Кто нуждается в этом переживании? Я думаю, что все мы нуждаемся. Наша вера нуждается, чтобы мы пережили Его. Чтобы мы почувствовали действительно, не только поняли и знали, что Бог вездесущий, но чтобы мы пережили Его присутствие, пережили Его близость. Хочу задать всем нам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас во время молитвы не переживал Божьего присутствия? Никого нет. Ясно, хорошо, идем дальше. А есть здесь кто-то, кто не переживал Божьего присутствия во время служения? Тоже нет. Задам совсем страшный вопрос. А было ли у вас, что вокруг все переживают Божье присутствие, а вы не переживаете? Ой, тут хоть... А то я думаю, что я один в молитве не переживал присутствия, в собрании не переживал, думаю, совсем все тогда у меня плохо. Ну, вы меня успокоили. Бывают в нашей жизни, конечно, моменты, когда мы по каким-то определенным причинам не переживаем Божьего присутствия. Почему же так происходит, если Бог всегда рядом со мной? Почему? И в Торе мы видим ответ на этот вопрос. Вы помните историю Золотого Тельца? После того, как Маше... После того, как народ согрешил, мы знаем, что Маше сошел с горы. Он этого сокрушил Золотого Тельца. Три тысячи человек, они были покараны, убиты просто-напросто. И после этого у Маше был диалог с Богом. И Всевышний сказал ему, это исход 33 глава 3 стих. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. И из этого текста мы видим, что вездесущий Бог, который везде, на всяком месте, и который явно присутствовал в среде израильского народа, он убирает свое присутствие от своего народа. По причине, связанной с поведением народа. Получается, что в вопросе Божьего присутствия, которое Бог являет для своего народа по своему изволению, есть наш ответ, Бог являет это присутствие, но есть наш с вами ответ. То есть, состояние нашего сердца влияет на переживание или не переживание Божьего присутствия. И в этой истории очень интересная развязка. Бог говорит, что он не пойдет со своим народом, но говорит, чтобы они ожидали его решения. И что делает Маше в это время? Очень интересно, что делает он. Он идет и устанавливает свой шатер вне стана и называет этот шатер скинии собрания, чтобы, как написано, каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания. Маше понимает, что в жизни народа Израиля нет ничего важнее Божьего присутствия. И независимо, реально ли это присутствие в данный момент или нет, человек должен искать Бога и Его присутствие. И в оригинальном тексте слово «ищущий» значит стараться, стремиться, просить, молить. Другими словами, Дух Святой состранит с Торой, говорит и нам с вами, чтобы мы независимо переживаем ли Божье присутствие или не переживаем в данный момент, должны стремиться к Божьему присутствию. Для нас важно просить, для нас важно молить Бога, чтобы Он явил нам свет Своего лица. Потому что Бог и Его присутствие являются для нас с вами фундаментальной ценностью. Наша жизнь не будет жизнью во Христе, если в нашей жизни не будет Его присутствия. Это фундаментальная ценность жизни каждого верующего человека. И дальше в диалоге с Богом Маше говорит, Маше сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Он понимает, что если Бог не будет с Израилем, то нет в этом никакого смысла. Вообще никакого. «Ибо почему узнают, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». И я, друзья, уверен, что эти слова Маше должны стать девизом жизни каждого верующего человека и девизом всей Божьей общины. Если в данный момент своей жизни ты не находишь Божьего присутствия в молитве, если ты не переживаешь этого присутствия в собрании, то тебе жизненно необходимо сказать Ему, «Если тебя Бог нет рядом со мной, то зачем мне все это? Зачем мне ходить в собрание? Зачем мне молиться? Зачем мне эти инструменты, которые должны передать мне жизнь самого Мессии? Когда самого главного, когда тебя нету во всем этом? Мне нужен ты и только ты. Ты самая большая ценность в моей жизни. Аллилуйя! Бог и только Бог самая большая ценность в нашей жизни. И как вы знаете, друзья, мы сейчас с вами активно, уже было объявление, готовимся к ретриту. Вот уже на протяжении многих лет мы делаем это мероприятие, и он является одним из ключевых мероприятий нашей общины. И я умею твердую уверенность, что мы так же, как община Божья, тоже должны говорить Богу в наших сердцах и наших молитвах, что если ты не пойдешь с нами, если ты не пойдешь с нами, то не стоит нам проводить это мероприятие. Мы все делаем. Ретрит – это для того, чтобы мы пережили все Божье присутствие, чтобы мы погрузились в это присутствие. Это самая важная наша цель. И, друзья, нам необходимо призывать Божье присутствие, потому что нашей ключевой ценностью должна быть встреча и пребывание с Ним. Чтобы мы вновь и вновь пережили Его славу. Чтобы мы вновь и вновь вошли в Его славу. И чтобы мы, обновившись, жили в Его славе. Поэтому лично я более всего ожидаю от ретрита, от каждого собрания Божьего присутствия. Я ожидаю того, что я встречусь с Богом, и Он будет говорить внутрь моего сердца. Для меня это самое важное, чтобы встретиться с Ним и услышать Его голос. Теперь, друзья, давайте мы поговорим, какой же должен быть наш ответ на понимание того, что Бог живет внутри моего сердца. На понимание того, что Божье присутствие является для меня фундаментальной ценностью. Ведь должен быть мой ответ на это. Какие практические шаги мне делать, чтобы факт Божьего присутствия стал реальностью моей жизни. И первый шаг, чтобы переживать Божье присутствие, это Бога надо искать. И в Танахе есть одна очень интересная история. Это история царя Асы. Он был благочестивым царем. Он был царем, который исполнял волю Божью, который стремился к тому, чтобы исполнять волю Божью во всем, но в его жизнь пришли испытания. Царь Эфиопский вышел на войну с ним. И Писание говорит, что у Эфиопского царя было тысяча тысяч воинов и триста колесниц. Достаточно, это очень большое войско. У царя Асы было народов в два раза меньше. И, как вы понимаете, он понимал серьезность ситуации. В два раза меньше войска. И, казалось бы, нет варианта. И царь, понимая всю серьезность этой ситуации, он возвал к Господу. И Господь, он услышал его. И написано, что поразил Господь Эфиоплян. И после этой победы Дух Божий сходит на пророка Азарию. И он говорит следующие слова. Это вторая книга Паралипоменон, 15 глава, второй стих. Ой, у меня получилось выговорить слово Паралипоменон с первого раза. Аллилуйя. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава, второй стих. Послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин. Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. Я хочу еще раз прочитать этот текст с небольшими моими добавлениями. Хотя Писание говорит, что кто прибавит или убавит, но это хорошее дополнение. Это мой мидраж на текст. Послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин, а также Одесса, вся Украина и вся земля. Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. И тут мы видим удивительную истину. Ведь Исущий Бог с нами, тогда, когда мы будем с Ним. Если мы с Ним, то и Он будет с нами. Если мы Его ищем, то мы Его находим. То есть, если для нас, друзья, Машех стал наивысшей ценностью в нашей жизни, и нашей наивысшей ценностью является Его Божье присутствие в нашей жизни, то Сам Бог, Он обещает быть с нами. Но при этом Бога надо искать. Потому что наше Богоискание, оно является ничем иным, как подтверждением того, что Он, и только Он является нашей наивысшей ценностью. Если мы ищем Бога, то это подтверждает, что для нас ценность Бог. Если мы не ищем Бога, то значит для нас ценность что-то другое. Очень часто для христиан ценностью становится что-то другое. И они не ищут и не переживают Божьего присутствия. Я когда-то давно проповедовал и говорил статистику, и статистика, она ужасающая. Что провели опрос в Соединенных Штатах Америки, и люди, которые позиционируют себя рожденными свыше людьми, там около 30% они переживали Божье присутствие один или два раза в жизни. Хотя Бог, Он открывается и хочет, чтобы мы переживали Его присутствие на всяком месте. Поэтому я еще раз скажу, что наше Богоискание является подтверждением того, что Он и только Он является нашей наивысшей ценностью. Именно поэтому пророк Осия, он говорит в 6 главе, в 3 стихе, «И так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря, явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». И в синодальном переводе используется слово интересное «стремиться», но пророк использует значение «слово», которое значит «преследовать», «гнаться». То есть нам с вами надо гнаться, чтобы познать Бога. А познать Бога мы можем только лишь в Его присутствии. Только в Его присутствии мы можем познать Бога. И Осия не зря связывает эти два понятия – познание и Божье присутствие, потому что человек не может познать Бога, если Бога не будет рядом с человеком. Если Бог не откроется для человека, человек не способен познать Бога. И нам надо понимать, друзья, что мы можем читать Библию по пять часов в день. Но если в этом не будет Бога, если не будет Его присутствия, то в нашей жизни ничего не изменится. Потому что только Он и только лишь Он один своим Святым Духом говорит нам через Слово. Он оживляет Слово внутри наших сердец. И Его Божье присутствие, оно оживляет Божье Слово в наших сердцах. И наши сердца изменяются, потому что Он оживляет это Слово. Книга Библии может быть всего лишь книгой для нас. Я скажу вам, для того, как я много раз говорил, до того, как я уверовал, я два раза от корки до корки перечитал Библию, вообще ничего не понял, в моей жизни вообще ничего не изменилось. Я как грешил, так и продолжал грешить. Мы можем проводить часы в молитве, но если мы не переживаем Божьего присутствия, то наша молитва будет не выше нашего потолка. И мы будем выходить после нее совершенно пустые. Поэтому, друзья, Бога и Его присутствие надо искать. И мне еще очень нравится завершение истории царя Асы. Услышав слова пророка, Азарий Аса ободрился. Он ободрился еще больше, с еще большим усердием. Он начал исполнять волю Божью. И написано в 6 стихе. «И собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Монасии и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним». Это очень удивительные слова, на которые мы не всегда обращаем внимание. Но это очень фундаментальные вещи. Это очень важные вещи. Здесь говорится, что когда мы ищем Божьего присутствия, мы его обязательно найдем. А когда мы находим это Божье присутствие, то это Божье присутствие, оно становится видимым не только нам, оно становится видимым и окружающим нас людям. И они хотят стать частью, потому что среди нас Бог становится реальностью. Люди хотят стать частью нас, когда видят, что реально среди нас Бог. Как мы видим, что часть Израиля, увидев, что Бог с Иудой, с царем Ассо, они присоединились к ним, так и мы, если среди мы будем искать Божьего присутствия, и Бог будет среди нас, то люди будут присоединяться к нам, потому что реально среди нас Бог. Они будут видеть это. И это их влечет. Сейчас не привлечешь людей проектами, чем-то, какими-то мероприятиями. Можно это сделать, но ничто не может привлечь человека больше, чем сам Бог, чем его присутствие, чем его реальность. Аллилуйя! Вторым шагом, чтобы переживать Божье присутствие, является его почтение и его прославление. И знаете, что меня всегда очень беспокоит, что когда идет прославление, некоторые люди позволяют себе сидеть с таким безучастным видом, как будто ничего не происходит. Я не говорю сейчас о больных или пожилых людях. Я говорю о молодых и совершенно здоровых. Неужели мы не понимаем, пред кем мы находимся, когда приходим в собрание? Писание говорит, Матвея, всем нам хорошо известные стихи, Матвея 18, 20. «Ибо где двое и трое собраны во имя Мое, я посреди них». Следовательно, сам Бог посреди нас, когда мы собираемся в собрание, Его присутствие посреди нас. И самое малое, что я могу сделать, если я люблю Бога, если я благодарен Богу, самое малое, что я могу сделать для Него, это выразить Ему свое почтение. И может быть, в какой-то другой культуре почтение проявляется каким-то другим способом. Сидя можно проявлять почтение. Но в нашей культуре почтение вырождается тем, что почитающий стоит на своих ногах в присутствии почитаемого. В присутствии царя никто никогда не сидел. В присутствии царя стоят. И Писание показывает нам небеса, место Божьего присутствия. И мы видим там истинное почтение Бога и Агнца. Это книга Откровений, 9 глава, 11 стих. «И когда животные воздают славу и честь, и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле, и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять и славу, и честь, и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Это действительное почтение Бога. Это действительное почитание Его. И это почтение, оно всегда идет рядом с Его прославлением. И я скажу вам, что мы никогда не сможем действительно прославить Бога, если мы не будем Бога почитать. Как Бога, как владыку, как царя, мы не сможем Его прославить. Только почтение, оно побуждает нас к прославлению и хвале. А если мы почитаем Бога, то мы будем искать Его прославление. Потому что мы должны понимать, что прославляя Его всем своим сердцем, мы входим в этот невидимый мир, Его присутствие. И царь Давид, понимая это, по вдохновению от Духа Святого, писал в Псалме 21. «Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля». «Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля». И я прочитаю этот стих на словах оригинального текста. «Но ты, святой, останавливаясь для жилья, располагаешь лагерь, обитаешь среди хвалы, среди славы, среди чести, среди почета, среди хвалебного гибна. Вот почему нам с вами так важно прославлять нашего Бога». Аллилуйя! Потому что, как я думаю, друзья, мы знаем, что Бог все делает для своей славы, и вся слава принадлежит Ему одному. Слово Его говорит, «Славы своей не отдам никому». Мы с вами говорили в прошлый раз об этом. И когда мы отдаем Богу то, что принадлежит Ему по праву, то Он сам лично принимает эту хвалу и честь из наших рук. Тогда реальность Его присутствия становится очевидной для нас, потому что Он сам принимает то, что принадлежит Ему по праву из наших рук, друзья. И тогда наше знание Его везде сущности подтверждается уверенностью, что Бог со мною. Аллилуйя! Третий шаг, который поможет нам переживать Божье присутствие, это ходить перед Богом с чистым сердцем. И сегодня мы можем видеть, друзья, что люди годами могут ходить в собрания, но в их жизни почему-то ничего не меняется. Почему? Да потому что я скажу, что человека не может изменить церковь. Ни одного человека еще не изменила церковь. Ни одного человека не изменила книга Библия. Не меняет человека книга Библия. Человека не может поменять самый помазанный проповедник в помазании Духа Святого, который тоже не изменит человека. Человека может изменить только лишь освящающая работа Бога, которую он производит только лишь посредством своего присутствия. Но человек очень часто, он сам лишает себя этого Божьего присутствия. При этом он может ожидать, что определенные какие-то религиозные действия помогут ему измениться. Что же может отделить нас от Божьего присутствия? О, меня недооценили, я ведь такой одаренный, я так много знаю и так много делаю, а этого никто не ценит. О, со мной не поздоровалась сестра, а мы ведь с ней в одном служении, в одном команде, она прошла вот так мимо меня и все. О, меня не первого позвали на гуманитарную помощь, а я очень сильно ведь в этом так нуждаюсь в данный момент. И человек не замечает, что вот такими своими мыслями он сам отделяет себя от Божьего присутствия. Потому что обида, раздражительность, завистливость и тому подобное становятся непреодолимой преградой в сердце человека, которое отделяет его от Бога. И такой человек, он не способен войти в Божье присутствие, потому что в таком случае для такого человека наивысшей ценностью становится не Бог, а Он Сам. Когда я себя и свои желания ставлю на первом месте, и тогда в таком состоянии нереально найти Божьего присутствия. Тогда можно ходить годами в церковь, но ничего не изменится, потому что сердце, оно закрыто. Ты не встречаешься с тем, кто производит действительную вот эту освещающую работу, которая изменяет, которая преображает в облике Ишуа Мессии. Но Писание учит нас тому, чтобы в центре нашей жизни был Бог. И чтобы мы, понимая важность Его присутствия, следили за состоянием своих сердец. И царь Давид, понимая это, говорил в 14-м псалме. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношений на ближнего своего, тот в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется. 14-й псалом, это целая проповедь. Тут можно с этого псалома написать целую проповедь. Состояние человеческого сердца влияет на то, переживаем мы это присутствие Божие или нет. И мы видим, что есть определенные условия пребывания в Божьем присутствии. Если эти условия обобщить, то выйдут слова Ишуа, которые он говорил в своей Нагорной проповеди. Матвея 5 глава 8 стих. «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А значение слова «узрят» – являться, показаться, давать себя увидеть. Другими словами, счастливы чистые сердца, потому что Бог им явится. Или счастливы чистые сердцем, потому что Бог даст им себя увидеть. Когда наши сердца чистые, мы переживаем Бога и близость с Ним. И лично я, я хочу быть таким человеком. Я хочу быть человеком с чистым сердцем, чтобы видеть Бога, чтобы Бог являл мне себя на всяком месте. И если я буду следить за своим сердцем, то в моей жизни не будет состояния, когда я буду приходить в собрание и не буду переживать Его присутствие. Не будет в моей жизни состояния, что я на молитве становлюсь и не переживаю Бога. Не будет, потому что если я еще к этому ищу Его лица, то Он обязательно откроется мне, потому что написано «Бог с вами», если вы с Ним. А если оставите Его, а это то, что я в своем сердце имею зависть, сварливость, всякую нечистоту, то это говорит о том, что я оставил своего Бога. Я ушел от Него. И тогда ни о каком Божьем присутствии нельзя говорить, потому что мое сердце, оно поставило эту преграду между мной и Богом. Но я хочу, чтобы в моей жизни было по-другому. Поэтому хочу сказать сегодня, если ты не переживаешь Божьего присутствия на всяком месте в своей жизни, тебе надо заглянуть в свое сердце. Там и только там ты найдешь ответы на все вопросы внутри себя, друзья. И мое послание, оно подходит к концу. И я хочу пригласить на сцену музыкантов, если можно. Аллилуйя. И в данный момент, друзья, я очень верю, что Божье присутствие на этом месте. Я не только знаю это, потому что я знаю, что Бог вездесущий, но в данный момент я переживаю это Божье присутствие на этом месте во время нашего с вами собрания. И я очень сильно верю, что Его присутствие сейчас хочет утвердить в наших сердцах с вами ценность Его божественного присутствия. Я прекрасно осознаю, что слова моей проповеди не изменят никого на этом месте. Но я молю Бога, чтобы Его присутствие и Его голос внутри наших сердец говорил нам. Потому что ключевым проявлением Божьего присутствия является Его голос к нам. Когда Он является, то Он говорит к нам. И если мы откликаемся на Его слова, то это изменяет нас. И мы преображаемся в образ Ешоа Мессии. Вы помните, Адам в саду, он слышал голос Божий. Авраам, говорим с Богом, слышит его голос. Маше получил указание строить мешкан. И Бог пообещал ему, и Бог сказал ему сделать ковщик завета, где Бог обещал открываться ему и говорить с ним. Равшауль на пути в Дамаск встретился с Мессией и услышал голос. Он услышал голос, говорящий к нему. Апостолу Иоанну Бог открывал будущее, тоже говорят. Все это происходит только лишь потому, что Божье присутствие является детям Божьим. И это Божье присутствие мы, рожденные свыше люди, можем переживать на всяком месте. Нам просто необходимо сделать, чтобы это Божье присутствие было для нас ценностью. Только тогда, когда мы действительно возжелаем, возжаждаем Бога и Его присутствие, мы скажем, Боже, я не желаю ничего, ни смотреть ни на кого, никто что сказал, никто во что одет, никто как молится. Мне важен Ты, я прихожу сюда, на это место, потому что я хочу встретиться с Тобою. Мне очень важно Твое присутствие на этом месте. Мне очень важно не только знать, что Ты здесь, но перешить Тебя, войти в Твою славу, Господь. Аллилуйя. Я хочу сказать, друзья, что если для нас с вами Божье присутствие будет нашей фундаментальной ценностью, то для нас будет радостью и наслажением искать Бога. Тогда мы будем как лань, которая стремится к потокам вод, потому что для нас это ценность, и мы будем стремиться к Богу. Тогда почтение и прославление Бога будет моментально вводить нас в состояние Его зримого переживания, открывая нам врата во Его дворы. Тогда мы будем чувствительными и внимательными к своему состоянию, понимая, что встретиться с Богом я могу только лишь с чистым сердцем. Но для этого ценность Божьего присутствия должна стать моей ценностью номер один в жизни. И сейчас я призываю всех нас, давайте мы встанем на наши ноги, и мы будем просить Бога, мы будем молиться Богу, чтобы Божье присутствие стало для нас действительно ключевой ценностью. Вот так вот, стоя на своих ногах, в Его присутствии, Он на этом месте, мы можем заглянуть внутрь себя и говорить с Ним о том, что мы жаждем или не жаждем Его, о том, что в нашей жизни может быть появилась другая ценность, о том, что может быть в моем сердце есть то, что отдаляет меня от Него. Мы можем сейчас говорить Его, к Нему, и Его Божье присутствие, когда мы будем искренними с Ним, оно будет изменять нас, преображая нас. Тогда Его реальность будет для нас всегда на всяком месте, потому что для нас открыт вход во врата Его славы, для нас открыт вход в Его присутствие на всяком месте. Мы можем на всяком месте закрыть свои глаза и переживать Его славу. Халлариум. Отец Небесный, Отец Небесный, святый, сегодня мы стоим при Твоем лицом. Такие, какие мы есть, Господь. И сегодня, Царь славы Божий, я прошу Тебя, чтобы, Боже, ценность Твоего присутствия стала нашей ключевой ценностью. Чтобы, Боже, мы были способны оставить все то, что, может быть, стало впереди Тебя. Боже, чтобы мы, Боже, возвали к Тебе, всем своим естеством, всем своим сердцем, Господи. Чтобы мы, Боже, откинули, Боже, все то, что мешает нам, и искали только лишь Тебя, Тебя и Твоей славы, Тебя и Твоего присутствия. Дух Святой, я прошу Тебя особенным образом, чтобы Ты действовал на этом месте, чтобы Ты, Боже, открывал нам, что нам надо оставить, что нам надо изменить, Господи. Но чтобы мы все цело погрузились в Твою реальность. Реальность, которая изменяет, реальность, которая преображает, реальность, которая укрепляет веру, реальность, которая дает надежду, реальность, которая говорит, преображая нас в образ Мессии. Аллилуйя!